Христос Воскресе! Дорогие друзья, братья и сестры, как вы все знаете, ежегодно 22 мая у нас в церковном календаре есть день, в который мы вспоминаем перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из города Миры в итальянский город Бари. Не секрет, что православные христиане всегда и с особой любовью, благоговением и почитанием относились к этому великому святому и называют его по-разному. Николай Чудотворец, Николай Угодник, Святитель Николай. Практически в каждом российском городе есть Никольский храм, но не только храмы. Есть и монастыри, и населенные пункты, названные в его честь. И в православном календаре ему посвящен не один только день. Есть его праздник зимой, декабре и весной, как раз 22 мая. В простонародье этот день иногда еще называют Никола весенний или Никола теплый. Как вы все знаете, святитель Николай жил в 4 веке в городе Мир-Иликийский, сейчас это турецкая территория, и был там архиепископом. В этом городе он и жил, и умер. Долгое время его мощи хранились в Ликийском кафедральном храме. С конца 8 столетия эти территории часто подвергались нападениям турок, которые грабили и сжигали города, оскверняли разные христианские святыни. И вот, может быть, чтобы сохранить мощи святителя, в 1087 году было принято решение перенести их в город Бари, что и было сделано. 22 мая день их прибытия уже на новое место, а по старому стилю это 8 мая. В общем, этот день с тех пор и стали почитать, как день перенесения мощей святителя Николая. В Русской Православной Церкви празднование Дня Памяти Перенесения было установлено в 11 веке. И вот идут столетия, и на дворе у нас уже век 21, но мы все так же обращаемся к этому великому святому с молитвой в самых разных жизненных обстоятельствах. И в скорби, и в радости, веруя, что молитвы наши не останутся бесплодными или неуслышанными. С этим праздничным днем я вас, конечно же, всех поздравляю. Желаю предстательства и молитв великого святителя и пастыря, чудотворца, а всех нас. От души поздравляю с праздничным днем, друзья, и Христос Воскресе. Субтитры создавал DimaTorzok